Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Четвертая власть». Мы продолжаем выборный марафон. Сегодня со мной в прямом эфире для вас работает Вячеслав Городецкий, директор информационного агентства «Абипорт» Андрей Привалихин, ведущий Большого радио. Здравствуйте. Поступают вести с полей. Я тут приуныла, пошел дождик. Думаю, теперь даже те, кто хотел пойти на участки, останутся дома, но сейчас выглянуло солнышко. Даже не знаю, какая погода оптимальна для того, чтобы проявить свой... Это вопрос спорный. Мы об этом еще обязательно будем говорить в связи с низкой явкой в Кировске. Но, наверное, сначала надо... А вдруг как раз вот те, кто поехал на природу, дождь-то их спугнул, они сейчас вернутся в город и придут на участки. Может, мы напомним, как ставить галочки и сколько галочек надо ставить. Посмотрим еще раз сюжет, тот, который мы показывали три часа назад. Небольшой ликбез в эфире «Артик ТВ». Давайте посмотрим, как нужно правильно распорядиться своим бюллетенем. На избирательных участках в единый день голосования большинству жителям области выдадут по одному или по два избирательных бюллетеня. А вот мурманчане получат сразу три бланка. Соответственно, им предложат определиться со своим выбором трижды. Это связано с тем, что в городе принята смешанная система голосования. В первом бюллетене зеленого цвета избиратель найдет графы с именами кандидатов в губернаторы региона. Выбор нужно сделать среди пяти конкурентов. Избирательный бюллетень сформирован из пяти кандидатов, которые, вы знаете, есть. Поэтому ничего особенного из себя не представляет. Это лист формата А4. Там будут изложены краткие данные о каждом кандидате. Все это лица в области известные, поэтому нужно просто будет сделать свой выбор. Второй бланк позволит проголосовать за депутатов, которые баллотируются в Совет депутатов Мурманска. В Горсовет от каждого округа пройдут по два человека, которые наберут большее число голосов. Это единственный бюллетень, где голосующим предложат поставить не одну, а две галочки. Бюллетень с синим оттенком, двухмандатный округ, и выбирается два депутата. И потому здесь избиратель будет вставить две галочки. Или же одну. Бюллетень будет действительно, если будет одна галочка, или две галочки. В третьем бланке избиратель найдет партийный список. Ему предстоит определиться, членов какой зарегистрированных партий он хочет видеть в Совете депутатов города. Весь список умещается на одном листе. В этом случае бланк бюллетеня может быть чуть более вытянутым по длине, в отличие от обычного А4. По результатам этого выбора количество мест каждой партии в Горсовете будет распределено пропорционально отданным голосам. По выборам в Совет депутатов здесь единый список партийный, там представлено избирательное объединение, бюллетень с желтым оттенком. И избиратель, выбирая себе, будет какое-то избирательное объединение, выбирая, будет ставить тоже одну галочку. Понятно, да, что и по губернатору одна галочка, и по единому списку тоже одна галочка. Также избирателю важно помнить, что любой знак графена против кандидата будет воспринят комиссией как голос. Понятие «галочки» условно. Можно вписать и крестик, и кружочек. Два знака можно поставить только в бюллетене при выборе депутатов в Горсовет. Можно поставить одну галочку, но главное не больше двух. Иначе голос не будет засчитан. Зачеркивание не исправит ситуацию. Поэтому внимательно ознакомьтесь с бюллетенем, прежде чем брать в руки ручку. Слава, ты заметил, Саша была абсолютно великолепна, она подвела к этому сюжету. Она сказала, как правильно распорядиться бюллетенем, а не своим голосом. Я хотел, да, тоже по этому поводу сказать. Вот, 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 да. Наговорочка по Фрейду. Блеск просто. Нет, это совершенно правильно, да. Абсолютно. На 200% политкорректно, или как там это называется? Грамотно. Грамотно, да. Профессионально. Профессионально. Повторение мать учения. При этом ты, глядя, этот сюжет уже ученый говорит, а почему я не поставил одну галочку? Ведь если там во всем списке тебе нравится только один человек, ты имеешь полное право законное поставить галку против фамилии единственного кандидата. Более того, я еще по сюжету более внимательно вслушался, и там, да, можно было посмеяться еще. По поводу явки, давайте поговорим. Немножко по Апатите Кировск. Вот это нас и удивило. Ну, последняя цифра, все-таки 21% сейчас у нас. 21% это на 15 часов. Это средняя температура по больнице. Да. И говорят, что эта цифра ниже, чем на президентских выборах 2012 года. Мы сейчас как раз усмотрим этот материал, отсматриваем, пытаемся обновить информацию о том, как голосовали в прошлый раз, по поводу выборов в Кировском, Апатитском районе. По информации избиркома, большинство жителей Апатита Кировского района предпочли поехать на картошку, видимо, на даче, потому что погода хорошая, в отличие от Мурманска. Здесь все-таки не очень хорошо с погодой. Ветер сильный. Да, и вот, предваряя этот сюжет, могу сказать, что... А, так у нас сюжет оттуда. Да, у нас есть сюжет, я предлагаю посмотреть, но вот мне подсказывают, что цифры из области избиркома, какой была явка на 17 часов, раньше 18 не будут известны. В течение нашего часового эфира мы вряд ли их сможем озвучить уже позже. А сейчас давайте посмотрим сюжет, который наши коллеги прислали из Кировского района. Открылись, как положено, назначенное время. Ориентировочно в 7.45 начали подготовку к открытию участка, начали оглашать данные. В связи с тем, что у нас поступило 22 конверта по досрочному голосованию, мы их вскрывали, как положено. В 8 утра у нас участок был уже открыт. Передали сведения по территориальному комиссию города Апатиты. Сведения составляют следующие данные. В 2009 у нас избирателей зарегистрировано с учетом уточненных уже на участке на момент открытия выборов. Досрочно у нас проголосовало 22 избирателя, в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии города Апатиты 11 человек. И, соответственно, 11 человек у нас, 11 избирателей заявлений на выездное голосование вне помещения подано 7 штук. В Апатитах жители получают на руки несколько бюллетеней. Избиратели внимательно изучают бюллетени. Если возникают какие-либо вопросы или затруднения, члены комиссии всегда готовы прийти на помощь. Также на участке находятся наблюдатели, которые пристально следят за происходящим. Находимся мы для того, чтобы подтвердить факт проведения этого голосования. Естественно, смотрим на избирателей, чтобы они, естественно, кто зарегистрировался, положил в бюллетенную ящички. Ну и проехать по заявкам гражданам, которые не смогли бы участвовать в голосовании, придя сюда на избирательный участок. На избирательных участках есть буфет. Ассортимент очень разнообразный. Можно просто перекусить чем-то легким или плотно поесть. Здесь мы и поинтересовались мнением уже проголосовавших горожан, насколько важно прийти и проявить свою гражданскую позицию. Надо обязательно. Я хожу каждый раз, когда проходит голосование, я хожу каждый раз. Я считаю, что это наш гражданский долг. Мы должны выбрать своего депутата, который нам будет помогать, решать наши проблемы. Проблем у нас много и в городе, и на наших избирательных участках. Я всегда думаю, что голосование будет каждый. Поэтому я хожу всю жизнь голосовать. Обязательно нужно. А обязательно. И я вот для того, чтобы было снять, надо, чтобы молодежь ходила. Будущее всего города и всего это молодежи. А еще надо обязательно идти на выборы, потому что... Комментарий какой? По Кировскому? Да, то, что люди считают, что заготовки на зиму важнее выборов, которые не накормят. Обещаниями сыт не будешь. Ну, ребята, сейчас мы делаем заготовку на ближайшие пять лет на самом деле. Ты тоже считаешь, что если с такой позиции подходить, то проще тогда вообще уехать с этой стороны и голосовать в другом месте. Обратите внимание, мы анонсировали во время прошлого эфира, что у нас был сигнал, и корреспонденты поехали на участок, где наблюдатели били тревогу, говорили, что там пытаются осуществить подкуп избирателей, спиртные напитки какие-то фигурируют. Давайте посмотрим этот сюжет, потому что пока вы сидите на диване, за вас голосует несознательный электорат. А социальный элемент? А социальный элемент. Смотрим. В редакцию телеканала Арктик ТВ поступил тревожный сигнал о том, что в районе магазина «Полюс» происходит подкуп избирателей. Гражданам, ведущим о социальный образ жизни, предлагают бутылку водки в обмен на галочку в бюллетене напротив нужной фамилии кандидата. Наша съемочная группа оперативно выехала на место предполагаемого преступления. Покатавшись по округу, мы наконец заметили группу лиц в окружении сотрудников полиции. По внешнему виду многие уже были на веселье, но утверждали, что еще не успели дойти до избирательного участка и пункта выдачи горячительных напитков. Хотя слышали, что в одном из штабов кандидата в горсовет щедро раздают водку. В Болюсе? А что там было в Болюсе? Что обещали? Ну там типа... Ну там за подписи. За какие? За какие подписи? Ну за депутатов. За депутатов? Да. Понятно. А за какого депутата? Я. А сколько обещали водки за подпись? За подпись обещали там ящик, сначала бутылку, потом ящик. Ящик. А кто конкретно обещал? Что за... Я не знаю. Нам передали просто, кому-то сказали. А, просто передали и вот все по этому ходу собрались. Такая мулька. Арендатор помещения, на крыльце которого образовался сход из страждущих выпивки, пожелавший скрыть свое лицо, все-таки немного прояснил ситуацию. Он якобы ни при чем. Оказывается, люди просто по привычке приходят к нему, потому что до этого они покупали стеклоочиститель в хозмаги, который уже съехал с этого адреса. А по поводу подкупа тоже кое-что знает. Как инвестор. Вот тут ходили слухи, что по 300 рублей будут давать. А этот контингент, он без паспорт, наверное, даже им давать, ну, безусловно. Ну, я вот могу дать, но еще толку, он не проголосует ни за кого. Походив по близлежащим дворам, мы действительно заметили некоторое оживление среди местных забулдык. В их среде прошел слух, что сегодня, в день выборов, им удастся поживиться выпивкой в случае, если они поставят подпись за нужного кандидата. Упоминалась какая-то женщина и фирма Оркоинвест. После того, как полицейские переписали данные подозрительных личностей и отпустили их в Асвоясе, к магазинчику потянулись новые страждущие представители несознательного электората. Вот так, вот так. Если сначала предлагают бутылку, а потом за подпись, а потом уже ящик, видать, у этого кандидата вообще дела туго очень идут. У нас, я видела, в твиттере уже появились снимки, то есть есть и другого рода нарушения, когда срывают наглядную агитацию, а наглядная агитация имеет право оставаться и в день тишины, и в день голосования, на удалении 50 метров от избирательного участка. А вы можете сейчас показать эти фотографии? Я просила наших режиссеров подготовить. Ну вот эти снимки. Кто это? Человек похожий на заместителя генерального директора «Уркаинвест» Ольга Сорокина. Ну, в принципе, спасибо большое, мы увидели. Все могут посмотреть эти фотографии в твиттере, да, и трансляциях. Нет, вообще, вот смотрите, по-моему, на каждых выборах вот это вот обычное дело, когда находится какой-то отличный парень или отличная дама, которая пытается вот народ таким образом загрузить на выборы при помощи... Мне вот интересно, если ходить истеровать сейчас вот эти материалы, это является, что это, мелкое хулиганство, там, административное нарушение? Или уже таким образом чистят город от послевыборного мухулатора? Я думаю, что это не нарушение никакое, даже не административка, наверное. Не, ну если это представитель вышеупомянутой компании, то она прямым делом занимается. Слушай, мы, по-моему, да, если это та женщина, о которой мы думаем, то, в общем, мы как-то уже один раз обсуждали зарплату госпожи Сорокиной, ну, по-моему, она ее отрабатывает, освобождает город от мусора. То есть можно самой выйти, да, и сами ручками пособирать? Да, действительно, но наглядным примером, так сказать, руководство к действию. Вообще, вообще, что еще? Напомню, что в Твиттере организована трансляция по хэштегу выборы 51, также трансляция доступна на сайте viport.com. Пожалуйста, если есть у вас вопрос, пожелания, замечания, можете с хэштегом в Твиттере указывать свои пожелания, свои слова. Мы это дело будем озвучивать в прямом эфире. Вот вы знаете, ребята, я посмотрел сюжет из Кировска, да, и расстроился, что вот люди там предпочли заготовки на зиму, обещаниям там и всем прочим. Правильно ты говоришь? Это заготовка на пять лет. Вот это к вопросу о едином дне голосования. Вот у нас страна таких размеров, что единый день голосования всегда будет для кого-то плох. Потому что вот сейчас мы занимаемся заготовками. Если бы он был, допустим, на второе воскресенье августа, то заготовками занимались бы те, кто живет в средней полосе. А можно я с тобой не соглашусь? Вот в кое-то веке. Ради бога. А может быть, к этому просто привыкнуть нужно? К единому дню голосования? А, к единому дню голосования? Да. Мы сколько голосуем в едином дне? Надо не к единому дню голосования привыкать. Надо в мозгах переделать. Я согласен, да. Александра, Андрей, Вячеслав, еще раз добрый день. Ну, день, единый день голосования продолжается полным ходом. На данный момент в среднем явка, она чуть ниже ожидаемого. Ну, в принципе, время еще есть. Мурманчане выбирают губернатора Мурманской области и городской совет. Так вот, выборы губернатора вернули после долгого перерыва спустя 10 лет. И сейчас здесь со мной Игорь Чернышенко, член Совета Федерации от Мурманской области. Игорь Константинович, как Вы считаете, с чем связано вот то, что жителям вернули выборы губернатора? Ну, не только жителям Мурманской области, но и по всей России восстановили выборы губернатора. 10 лет тому назад мы избирали крайний раз губернатора, как был избран тогда Юрий Евдокимов. Я был тогда одним из руководителей штаба. Я убежден в том, что вновь центральное руководство страны, президенты и правительства, и партии, они верят в то, что население любого региона смогут выбрать достойного кандидата и тем самым взять на себя часть ответственности за ту программу, которую этот кандидат, этот новый губернатор будет реализовывать. В общем-то, ситуация в области нормальная. Я проехал по двум-трем участкам, пообщался с многими избирателями, которые меня знают по разным позициям. Я верю в то, что несмотря на то, что явка сегодня оставляет желать лучшего, ну и по России в целом она оставляет желать лучшего, везде выборы региональные как-то проходят на уровне 25-30%. Я убежден, что еще северяне подтянутся после грибов и ягод на избирательном участке и правильно проголосуют. Я убежден в том, что выбор будет сделать правильный, что где-то через несколько дней мы узнаем имя нового губернатора, мы его примерно знаем. Я уверен в том, что северяне тем самым вручат мандат доверия и мандат надежд тому человеку, который предстоит пять лет руководить областью и ее встраивать в новые российско-арктические отношения, в новые российско-международные отношения, решать те сложные задачи, которые стоят перед Мурманской областью. Скажите, а вот вы неоднократно участвовали в выборах, а северяне, Мурманская область по отношению к северо-западу, к другим регионам, у нас явка традиционно как? Чуть выше, чем по стране или ниже? Нет, мы традиционно в золотой середине. Вообще нельзя быть плохими, не всегда бывает хорошо быть самыми хорошими, вызывает какую-то такую сложную оценку. Мы всегда находились в золотой серединке, и сегодня, насколько я сегодня владею информацией, мы где-то находимся по северо-западу из 11 северо-западных регионов, и в целом по стране у нас явка сегодня где-то такой на уровне ожидаемой. Хорошо, спасибо. Спасибо, Игорь Михайлович. Всего доброго. Всем нам удачи. Знаете, я придумала хохму. Давайте теперь все советы, которые мы изберем вот таким образом, и губернатор, у нас будет ягодный губернатор и грибной совет. Грибной совет? Я согласен. Я тоже согласен, да. А вот, понимаешь, я думал, что я вроде как подкован политически, а оказывается нет. Вот такая песня есть у Леонида Сергеева. Если есть зуб мудрости, значит, есть зуб глупости. Мне какой-то вырвали, а какой вопрос? Вот если мы сейчас всенародно избираем губернатора, то есть ли у нас право потом так же всенародно его отозвать, если он не будет справляться? Да. Есть, да? Да. Но говорят, что избрать губернатора гораздо легче, чем потом его отозвать. Ну, глядя по тому, как туго мы куда-то вообще идем. Ну, ребята, у нас никто не застрахован добровольно от ставки, не забывайте. А давайте послушаем. Виталий Шувалов нам готов еще к одному включению. Сейчас у нас будет Леоних Михаил Васильевич, насколько я понимаю. Сполняющий обязанности председателя Мурманской областной думы. Да, да. У нас здесь исполняющий обязанности председатель Мурманской областной думы Михаил Ильиних. Михаил Васильевич, как Вы считаете, вот впервые в Мурманской горсовете выборы проходят по смешанной системе. Зачем это делается и сможет ли это как-то повлиять вот на политический расклад сил в городском совете? Честно говоря, все то, что принимается решение сейчас в изменении избирательного законодательства, это все сделано для того, чтобы у людей была возможность проголосовать за конкретного человека, которого ты знаешь в лицо, готов с ним общаться. Ну и в том числе политическая система, она подразумевает, что у нас борются за приход к власти и партии. Для того, чтобы возможность дать и партиям проявить себя, проявить своих лидеров, провести их не только вот как человека, которого знают, но именно идеи партийные. Для того, чтобы побороться этим идеям партийным. Это безусловно такая возможность у людей должна быть. И то, что сейчас принято решение провести в Мурманске, я считаю, что это польза. Мы привыкли к тому, что в Мурманской областной думе, так скажем, межфракционная борьба, она более отчетливо видна, чем в горсовете. Как вы считаете, изменится ли в этом плане ситуация в связи с тем, что в том числе и от политической партии мурманчане выбирает горсовет? Я не готов бы, наверное, сказать о том, что эта борьба, это вообще фракции, для того они не созданы, для того, чтобы в спорах, в отстаивании своих позиций все-таки находилась та золотая середина, то, что должно быть польза для людей. В Мурманской областной думе это существует. Я считаю, что и в горсовете уже существовала такая возможность обсудить разные точки зрения. Сейчас это будет продолжаться, на мой взгляд. Если позволите, я одну минуту займу. Я сегодня хотел совершенно искренне поздравить всех с таким замечательным праздником, как День демократии, поздравить тех людей, которые первый раз сегодня проголосовали, поблагодарить искренне тех людей, которые даже с ограниченными возможностями здоровья сегодня пришли на избирательные участки, выразили свою позицию. И хотел бы, несмотря даже на погоду, пригласить всех жителей Мурманской области, кто еще свое слово не сказал, за ту команду, которая будет нами дальше руководить и продвигать Мурманскую область вперед, пригласить их прийти на выборы. Несмотря на погоду, свое слово скажите. И искренне желаю всем не ошибиться в своем выборе. Спасибо. В принципе, время еще есть. У нас на этом пока все. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Так что, Александра, Слава, Андрей, вам слово. Спасибо, но время-то остается меньше трех часов, Михаил Васильевич, по поводу. Я, понимаете, ребята, извините, я же Ванецкого вспомнил. Очень жаль, что нам не удалось послушать начальника транспортного цеха. У нас же был сюжет из СИЗО, там же Василий Николаевич. Почему с ним синхрона не было? Вообще, это были слова золотые контр-адмирала. Нужно сказать, что вся надежда на Северный флот. У нас самую большую явку по-прежнему никто не обошел. Пока Островное, Ведяево и Североморск. Островное, Ведяево 32% явка, Североморск 28% явка. Это на выборы губернатора Мурманской области. Это на 15 часов. На 15 часов, да. В 18 часов будут следующие данные. Ну вот, например, во Владивостоке у нас уже завтра, уже 20 минут первого во Владивостоке. И там тоже были выборы губернатора. Средняя явка на 18 часов местного времени тоже 32%. Как Игорь Константинович говорил, мы в золотой середине. У меня вопрос к режиссеру. А у нас есть информация из Александровска? Нет. К сожалению. Зато у нас есть сюжет из Кандалакши. Если он готов, давайте посмотрим. Мне самое интересное, как происходит голосование на юге. В Кандалакшском районе 40,5 тысяч избирателей. Чуть более тысячи проголосовали досрочно. Для остальных в 8 утра открылись 40 избирательных участков. Я, например, сколько в своей жизни, вот, например, живу, я всегда голосую. Потому что обязательно нужно голосовать. А молодежь теперь пассивная, пассивная. Они так бы не рассчитывают на то, что они избиратели нам помогают. В Ловинге всего 500 избирателей. Представители старшего поколения пришли проголосовать с утра пораньше. Но активности на участках ожидают ближе к вечеру. Ну, я думаю, какие-то неоконченные дела на дачах у кого-то. Кто-то еще просыпается, кто-то, может быть, еще до последнего думает и решает, за кого же все-таки ему голосовать. В Кандалакше определились со своим выбором быстрее. А на участки пришли целыми семьями. Так, если они не пойдут, а кто за них тогда будет? А потом будет, вот, плохо живем, плохо живем. Надо ходить на выборы. И выбирайте того, кто вам нравится. За кого вы хотите голос отдать. Я думаю, только так. Надо голосовать и идти. Конечно, надо ходить на выборы. Однозначно ничего не решено. И всегда есть возможность улучшить свою жизнь. Надо этим пользоваться. И государственным держам шанс повлиять на эту ситуацию в лучшую сторону. Думаю, надо этим обязательно воспользоваться. Единственное, мы спорим до сих пор, за кого голосовать. У нас свои предпочтения. У меня свои, у супруги свои. Но однозначно государственный долг, гражданский долг выполнять надо. В трех муниципальных образованиях района параллельно с выборами губернатора проходят выборы в местные советы депутатов. Новый состав совета выбирают жители Зеленоборского, Алла-Курти и Зареченска. Я немножко зачту то, что происходит у нас в интернетах. По хэштегу выборы 51 можете в любое время писать свое видение, как проходит голосование. Ну вот, например, сходил на выборы аппарат для голосования в Североморске. Явка на моем участке 25%. Люди неоднозначно относятся к голосованию к эгам, к электронному голосованию. Потому что есть ряд вопросов, которые люди сомневаются в том, что, возможно, протестное голосование, когда будет, то будут с дулом пистолета стоять. Наверное. Крак стереотипов. Значит, на участках нет никакой торговли. Булочек нету, нету. Булочек нет. Но вы сейчас же всю жизнь видели, какой замечательный буфет был. Выезжайте в Кировск. Кировский просто замечательный буфет. Все, потому что уехали картошку копать, да, поэтому... Сегодня хоть на один день все забыли про то, что происходит не в стране, а все говорят про выборы. Это радует. На моем участке мало людей, один наблюдатель. Встреченные люди были неожиданно молодыми, в том числе до 25 лет. То есть все-таки молодежь приходит и голосует. А вот, ребята, можно мне 20 копеек вставить? Вот, может быть, к выборам это не имеет прямого отношения. А может быть, и имеет. Вот сегодня, вот в промежутке между нашими двумя прямыми эфирами, я посмотрел кусок футбольного матча. Спартак-Торпеда. Новый стадион, арена открытия. У московского Спартака, у самого популярного футбольного клуба в России появился собственный стадион. Спартак выиграл Торпеда со счетом 3-1. Все четыре мяча забили иностранцы. Российский футболист не отметился ни одним забитым мячом в этом матче. Вот так. Я уж не знаю. Может, это тоже имеет отношение к выборам? Я хотела тоже спросить, у нас есть сюжеты еще из Мурманска, с избирательных участков? А то у нас был такой упаднический, грустный, как социальный. И да, давайте посмотрим. Василий Лазуков последний раз был здесь 66 лет назад. Он учился в этой школе. Тогда сюда вела деревянная лестница. Когда ее заметало снегом, дорога к знаниям превращалась в крутую горку, обойти которую ребятни не представлялось возможным. Школы, конечно, были некоторые не работали. Они были под госпиталь выделены. И мне пришлось с улицы Милицейской, сейчас она же жесткая, в школу ходить вот сюда, в первую школу. И четыре года, где-то с 44-го, по 48-й я учился в этой школе. Сегодня в первой школе, где, к слову, учился герой Советского Союза Анатолий Бредов, не по-воскресному людно. К вечеру количество людей, пришедших отдать свой голос, существенно возрастает. Родители с маленькими детьми, молодежь и пенсионеры. Для большинства принять участие в голосовании – дело принципа. Среди избирателей на этом участке глава Мурманска Алексей Вейлер с супругой Мариной. Для действующей власти всегда выборы, конечно, и подведение итогов. И, конечно же, очень важно, поддержат мурманчане тот курс, которым двигался город за последние годы, или не поддержат. А отсюда будет очень многое решаться. Мое личное мнение, мне кажется, что мой голос очень много значит. Я всегда к этому очень серьезно относилась, поэтому я считаю, что каждый человек должен прийти и сделать свой выбор. Спасибо. А это уже школа 49-я. Владимир Алексеев пришел на избирательный участок с внучкой Алисой. Говорит, голосование не пропускает никогда, ведь лежа на диване на выбор власти не повлияешь. Чтобы больше к народу обращались, чтобы на народ смотрели. Политика, политика и внешняя политика, все правильно проводим, все. Но нужно больше обращать внимание на народ, на пенсионеров, на ветеранов. Потому что у нас пенсионеры на севере живут гораздо хуже, чем в средней полосе. Праздничная атмосфера, люди идут с утра, чувствуется, что граждане заинтересованы в жизни города, поэтому мы с удовольствием их встречаем и тоже вместе с ними радуемся в единый день голосования. В словах председателя комиссии трудно усомниться. Если что непонятно, объяснят на пальцах. Перепутав участок, выяснят нужный. И даже адрес подскажут. Ну а для тех, кто не успел позавтракать, рядышком традиционный чай и выпечка. Давно не ходила на выборы, уже лет шесть. Не было такой возможности, училась за границей, поэтому вот наконец-то в родных местах, дома, пришла на выборы. От тех решений, которые сегодня примут мурманчане, а то, что они примут правильные решения, я уверен, зависит жизнь не только нашего города-героя, а еще и всего региона. Поэтому невозможно недооценить. Это очень нужное дело, и обязательно его нужно сделать. Чтобы было все хорошо. Самое главное, чтобы не было войны. Вот, вот, вот с этого все... Чтобы не было войны. Слушай, ну это же не массовка, это реальные люди. А где остальные 70%? Вот ты сказала, что давайте-ка посмотрим сюжет о том, как нормальные люди голосуют. А то у нас вот сейчас из Мурманска был про социальные элементы, гнетущие впечатления. У меня вот практически все сюжеты на меня производят гнетущие впечатления. Знаете почему? Вы посмотрите, на камеру говорят в девяти случаях из десяти пенсионеры. Пенсионеры, пенсионеры. Вот действительно, где молодежь-то? Где она? Пенсионеры и в Мурманске, и, по-моему, в Кировске, где-то там, они говорят, мы ждем молодые, чтобы приходили сюда, чтобы молодые участвовали, чтобы молодые выбирали. А где они, если синхронно, с одними пенсионерами в сюжетах? Молодежь-то где? Какого фига вы спите, да сидите на диванах? Да, предлагаю... Времени еще... Предлагаю оторваться... Два с половиной часа еще. От интернета, да, и от интернета, социальных сетей, и пойти взять паспорт, найти, и проголосовать, в конце концов, за будущее своего любимого края. Это просто вот так вот, на выборы я не хожу, газеты я не читаю, телевизор я не смотрю, но я в курсе всего, что происходит. Я знаю, кто хороший, я знаю, кто плохой, кто добрый, кто злой, кто ворует, кто не ворует. Я свидетель, что случилось? Да, кто свидетель? Я свидетель, а что случилось? Незнаком, но осуждаю. Да, да, сам я пастернака не читал. Это же показали твою школу, в которой ты учился. Да, да, я учился в этой школе все 10 лет. Правда, это было давно, но это моя школа, самая лучшая школа в Мурманске. Извините за рекламу. Я не соглашусь с тобой в очередной раз, я считаю, что моя школа лучшая, 3-я гимназия, да. Не могу не сказать. А 3-я гимназия, это на старые деньги какая? 8-я школа. А, 8-я школа, да. Через конец в 14, да. А я так понимаю, что вот избирательные участки, которые были организованы в школах, они тоже пытались каким-то образом привлечь к себе. Кто-то музыку включал, да, мы видели? Ну, про буфет я уже молчу, все у нас. Знаете, какое-то кулинарное шоу. Мы голодные, мы тут целый день сидим. В общем, в Коле, насколько я знаю, там еще были и пляски. Если нам сейчас покажут сюжеты из Колы, я буду рада. Покажут, говорит. Покажут, да. На территории Кольского района проходит аж 6 выборов органов управления. Помимо, собственно, самой Колы отдельно голосуют жители Мурмашей, Пушного, Кельдинстроя, Урагубы и Молочного. Могу сказать, что явка избирателей и по Кольскому району у нас очень высокая, потому что на 11 часов было 11,2%. Это около 4 тысяч избирателей, с учетом того, что сегодня выходной и время еще довольно раннее, то есть, в принципе, явка достаточно высокая. Всего по итогам этих выборов будет избрано 58 депутатов. И нашей комиссии на данные выборы подготовлено 60 тысяч бюллетеней, 33 с лишним тысячи по выборам губернатора и 27 тысяч по местным выборам. То есть, для нас это очень большие, серьезные выборы и большой, серьезный экзамен для всех избирательных комиссий Кольского района. Участок номер 341, расположенный в Доме культуры, сегодня готовится принять 2204 жителя Колы. К приему избирателей подошли творческие. Всех пришедших в фойе встречали с песнями и плясками. На участке спокойно, открылись в 8 утра, люди идут активно голосовать. Сегодня выходной день, все добродушные, чтобы сказать, какой-то определенный уровень населения шел, нет, идут все, и молодые, и взрослые, и средний возраст. Много людей, которые голосуют впервые. Люди на выборы идут с оптимизмом и надеждой, что вновь избранные депутаты изменят безнадежную ситуацию в Коле. Ведь этой весной горсовет был распущен, так как из 15 народных избранников трое написали заявление о прекращении полномочий, четверо уволились еще в начале года. Городом фактически никто не управлял. Надежда всегда есть, надо всегда жить надеждами. А те люди, которые сейчас посмотрела, я подали свои кандидатуры, я считаю, что есть у них достойные люди, поэтому мы сделали свой выбор. Желаю вновь избранным членам Совета депутатов, губернатору хорошей, достойной работы, оправдать надежды избирателей, всего им хорошего, потому что сильна Мурманск область, сильна каждый регион, сильна Россия. Пусть они это делают, вот в чем дело-то. А то каждый, когда выборы, я, я, я. А почему, когда в депутатах они не могут помочь или там какой-то закон, ну, как это, там, подписать, да. Вот этого нет. Уже сейчас понятно, что власть в Коле поменяется. Жители города почти полностью обновят Горсовет. Ведь даже из депутатов прошлого четвертого созыва баллотируется всего пять кандидатов. Вот там уж точно обновится, там уж точно обновится Горсовет. Стыдно в глаза избирательным смотреть, но я хочу вот прям, не знаю, я тут не могу поклониться, но вот низкий поклон всем, кто пришел на выборы. Вот люди, хотя, конечно, все равно какой-то когнитивный диссонанс. То есть мы тут толдычим, что явка низкая, явка низкая, а сюжеты все начинаются. Люди идут активно, все веселые и добродушные. Ну, вот сколько бы их ни было, спасибо им большое. Вот те, кто идут, те, да, те веселые и добродушные. Здорово, да, здорово, что люди проявляются в гражданскую позицию, да. Не, ну вот Слава может быть прав, когда говорит, что, может быть, надо привыкнуть к этому единому дню голосования. Там, понятное дело, что быть излишне политизированным, это плохо, да, это не дело обычного нормального человека. Но, ребята... Ребята, ну на уровне Горсовета минимум политики. Ты выбираешь, в принципе, своего представителя, чтобы твой двор привели в порядок, чтобы... Это одно дело. Я просто к чему это говорю? Вот вообще в году 12 месяцев. Вот на один месяц можно, наверное, напрячь свои мозги, свои извилины и врубиться. Кто там идет в Горсовет, да, с чем он идет, зачем он идет. Ну, один месяц, раз в пять лет, напряги свои мозги. Да, к вопросу о том, о сознательности, да. То есть, просто понимаешь, что нужно... Если ты избираешь этого человека, ты можешь к нему прийти и сказать, так, товарищ там... Да, я тебя избрал. Какого фига ты сидишь на диване? Хотел сказать Иванов, да, но не буду говорить Иванов. Не надо, не надо. Кого у нас нету? Пузнецов. Я не произнесу. Шлагбаум, да. Кутман, Ватман, брат, друг Хрисфедер. Я могу сказать, что у нас нет такого, да. То есть, мы привыкли, что за нас что-то решают. И когда что-то не решается, она начинает говорить, вот эта власть виновата. Так, ребят, мы такую власть избираем. Мы достойны тех людей, которые сейчас сидят в Горсовете. А он тебе скажет, да, я не избирал, я в то время на диване лежал. Это же твои проблемы. Не фиг тогда говорить. Тогда молчи вообще в тряпку-то. Еще, понимаешь, какое дело, вот я начал говорить по поводу того, что надо привыкнуть к единому дню голосования. Вот почему-то никто не забывает отметить Новый год. Вот нет таких людей. Каждый считает своим долгом отметить. Громко, шумно. Есть такие люди, которые не любят Новый год. А вот, знаешь, вот если бы явку отметивших Новый год и не отметивших, явка была бы процентов 90, точно. Давайте так. Кто не проголосовал, Новый год не отмечает. Да, кто не проголосовал, запретить праздновать Новый год. Да, да, да. Не, ну хоть какое-то должно быть, не знаю, воздействие. Вот против, вернее не против, а если ты не участвуешь в переписи, да, и собираются ввести штраф. Я тоже сам слышала инициативу на уровне, по-моему, Госдумы или каких-то партийных. Лидеров, чтобы вести ответственность за неисполнение систематического своего гражданского долга. То есть если, вот как родительских прав могут лишить? Ну, могут, конечно. Ну, да, все считают, ну мой ребенок, если ты его плохо за ним ухаживаешь. Нет, лишение избирательного права, это нарушение Конституции. То есть либо может только по суду. А если тебя правом наделили, вот, допустим, родительские права, это права и обязанности. Это твоя обязанность, да. Я согласен, согласен, да. То есть тебе надо как-то наказывать. То есть какое-то должно быть. Мне даже, вот, ребята, мы сейчас с инициативой как выйдем. Жалко вот тех средств, немаленьких, больших денег наших, налогоплательщиков, которые тратятся на проведение всех этих компаний. Нравится вам, не нравится, но на соблюдение демократических институтов. Эти урны, как ты говоришь, да, полеты на вертолетах. Ради чего? По поводу вот всех этих ограничений, все там, лишить права, оштрафовать, еще что-то. Вот года полтора или два назад в Мурманском вестнике Петр Булычев написал вот так, на злобу дня. Лишить избирательного права тех, у кого нет детей. Если ты своих детей не хочешь иметь, именно не хочешь, не не можешь, а не хочешь иметь своих детей, не собираешься их воспитывать, то какого фига ты берешь на себя ответственность выбирать какую-то власть? Там такая возникла полемика, там на него такого наговорили и написали, в том числе и детные, и бездетные, и все на свете. В чем только не обвинили. Ну действительно, у нас... Хотя здравая мысль в этом какая-то есть, безусловно. Молодое государство, да, имею в виду Российской Федерации, молодое демократическое государство, ему всего 20 лет, но в масштабах человеческой жизни и то, вот сейчас 20-летний не совсем самостоятельный. Им еще надо заниматься, и нам надо заниматься демократией. Заниматься хотя бы вот, ну даже вот себя начиная, просто прийти уже, ничего не просто. Нет, ребята, а вы вспомните выборы, ну грубо говоря, там конца 80-х, начало 90-х годов. Явка же была огромная. Я вот тоже, кстати, хотел вспомнить этот момент, когда мы голосовали, когда, вернее, первые выборы были, депутатов еще... Народных депутатов, да, да, СССР. Избирали, помните, там Андрея Заводкова, Валенского товарища, который потом могла законкурировать. Явка была сумасшедшая. Это протестная явка, нам же говорили, чем как бы больше... С одной стороны, нас успокаивают. Если 30%, значит, всех устраивает их существующее положение дел, и они не хотят ничего менять. То есть другими словами... Нет, понимаешь, смотри, получается, 30% это, значит, нормальная явка, 70% ни во что не вмешивается, значит, их все устраивает. А те, кто идет на выборы, в качестве кандидатов, все говорят, все пропало, почти пропало, надо выбрать, и тогда мы будем начнем выбираться. Ну, и там, из подвала, из ямы вылезать, выбираться, в смысле, велик, могучий русский язык, да, выползать, вот так вот, да. Так тогда я не понимаю, те 70%, которые в яме сидят, их все устраивает тогда что? Значит, нет ямы. Вы знаете, мне подсказывают, что у нас готов сюжет из Североморска, из славной столицы Северного флота. Из продвинутой, из славной столицы. Из продвинутой, которая демонстрирует ударную явку. Давайте мы его смотрим, я надеюсь, в это время к нам успеет в студию зайти и займет место рядом с нами, автор этого сюжета, Дарья Монастырева, смотрим сюжет. Выборы в Североморске отличаются от мурманских. Там не выбирают депутатов, только губернатора. А раз избиратели точно не запутаются в бюллетенях, здесь решили провести глобальный эксперимент. Сто процентное электронное голосование. И одним из первых комплекса пробовал командующий Северным флотом Владимир Королев. Проверяете на критере соответствия и нажимаете подтверждаем. Спасибо за выбор. Голосование завершено. Спасибо. Помимо устройств сенсорного голосования, на всех избирательных участках Североморска установлены мониторы, на которых мгновенно отображается информация о количестве проголосовавших на данном пункте. На 139-м избирательном участке уже к полудню явка достигла 20%. Плюс солидная часть избирателей в ЗАТО. Порядка двух тысяч человек проголосовали досрочно. Я думаю, что по военнослужащим мы рассчитываем на явку не меньше 95%, а то и больше. Что касается членов семьи военнослужащих, я думаю, что здесь будет поменьше. Потому что у нас очень много ушло кораблей в море. И естественно, что ряд семей военнослужащих, они просто... Ну, муж ушел в плавание там на 2-3 месяца, они просто уехали отсюда. Для военных в избиркоме создали все условия для голосования. Даже дополнительно организовали шесть так называемых морских избирательных участков на кораблях. В бюллетене доставили на вертолетах. Так заранее проголосовали моряки, ушедшие в Арктику. Перенести поход было нельзя, ведь осенью с каждым днем ледовая обстановка в Северном Ледовитом океане ухудшается. Также досрочно проголосовал экипаж боевого корабля «Кулаков», который в данный момент несет вахту под Севастополем. И моряки, не успевшие вернуться с учений. Все хорошо, вот только образцовую явку могут подпортить гражданские, сетуют в местном избиркоме. Нам очень было тревожно, потому что город еще у нас не наполнен всеми жителями. И это, конечно, скажется на явке. Правда, есть надежда, что выборы привлекут молодежь. Точнее, пресловутая электронная система. По всей стране в единый день голосования установлено порядки тысячи таких аппаратов. Больше всего в республиках Коми, Татарстан и Марий-Эл. Быстро, удобно. Ручку не надо с собой носить. Что-то новое, как бы необычное. Так не знаю. Одобряйте. Ну, наверное, это удобно на самом деле. Пришел быстро, сделал дела, потому что на выходных у военнослужащих дел очень много. А так пришел, проголосовал и дальше побежал домашними делами заниматься. Дмитрий Севрюк пришел на выборы с сыном Мишей. К радости малыша соседняя булочная семья провела больше времени, чем за электронным устройством. Весь процесс голосования не занял и минуты. Ну, на входе проконсультировали. Ну, в принципе, там все понятно, логично. Для человека, который какими-то навыками обладает работой с техникой, думаю, это несложно справиться. Все, что новое, все хорошее. Хорошее не забывать старое, но и новое хорошо. Скажите, а нужно вот оставлять бумажные бюллетени как альтернативу? Ну, может быть, кому-то и надо, старому человеку, который не может вот это дело делать. Я старая, но я еще немножко соображаю. Правда, эти аппараты не новинка. На прошлых выборах на некоторых участках в Мурманске они уже применялись. Тогда машины зарекомендовали себя как не самые надежные устройства. К этим выборам компьютеры обновили, а для удобства избирателей добавили подсветку. Разработчики утверждают, кеги надежнее бумажных бюллетеней, так как электроника исключает человеческий фактор. Результаты напрямую попадают в тик. Хакерские атаки кегам также не страшны. Сам аппарат, он на микропроцессорном уровне прошивается, поэтому взломать с помощью хакерных программ его невозможно. Только если влезть внутрь и его прошить. Но, сами понимаете, на участке это сделать невозможно. Но, как и предполагалось, не все оценили новую форму голосования. Теперь вот, выше зелененькое мигает. Завершить там написано. Пенсионерка Галина Ивановна Шамрая признается, если бы не консультант и выполнить гражданский долг, ей бы не удалось. Для меня, как у меня нет ни компьютера, ничего, и мне 76 лет очень трудно. Спасибо, что подсказали. Так я могла бы нажимать и все сделать неправильно. Для помощи таким, как Галина Ивановна, на участках дежурят волонтеры и молодежная комиссия. Они помогают избирателям победить технику. Женщины и девушки в КЭГах разбирались намного быстрее, чем мужчины. Выборы в Североморске – это еще и праздник. После голосования люди задерживаются у избирательных участков. Рядом организованы мероприятия для детей, и повсюду звучит музыка. Вот золотые слова. А чего это женщины-то лучше разбирались? Вот это Реалсты Рео попрошу убить из жалов. Здравствуйте, коллеги. Я объясню, просто, видимо, обрезали немножко синхрон. Там молодой человек объясняет, что девушки нажимают сразу же на квадратик, а мальчики тыкают на фамилию. И вот, собственно, как-то немножко по-разному реагируют. Видимо, это какое-то антропологическое. Не знаю. Какой-то ты артефакт принесла. Да, я тут много чего принесла, платок носовой в первую очередь. Я предвосхищала у вас вопрос про голосование. Я не проголосовала, потому что я работала. Мне кажется, что… Брэйс из студии, брысь, бегом, давай, Даша. Сейчас я отработаю и побегу. Мне кажется, вся молодежь идет голосовать вечером, потому что днем она работает. Они спит или что вы это говорите. В воскресенье. А я что вот, например, здесь делаю? Ну, в общем, я не проголосовала, но магнитик получила вот такой. Я тебе положу куда-нибудь. В Североморске всем проголосовавшим выдавали вот такое чудо с арт-объектом. А там еще мы на радио обсуждали, они хотели проводить какой-то фотоконкурс, типа «Я и выбор» и что-то там такое. Да, 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 я сейчас скажу про него. Я хотела сказать, что в Североморске уже начался флешмоб в социальных сетях, я посмотрела сегодня, что все, кто проголосовал, публикуют фото вот этого магнитика, как доказательство, что они проголосовали, они сидели дома. У них вот начался… А магнитик прикреплен на холодильник. Ну, как так не прикреплен вообще? У нас сегодня когда пищевая доминанта, то булки, то холодильник, то вагнитик. Я представляю, о чем мы будем говорить в 8 часов вечера, когда будем… В 8 часов вечера мы говорить не будем. В 8 часов вечера нам склеит синхрон такой часовой, кто за кого голосовал. Тогда можно будет назвать героев сегодняшнего дня. Ты расскажи про фотоконкурс-то. Да, ну после того, я, конечно, когда приехала, я ничего не знала про фотоконкурс, но как я услышала в эфире, что вы сказали про фотоконкурс, все выяснила. Конкурс назывался «В объективе выборы». Во, во, а я и выборы. Да, но, к сожалению, пока никто не может сказать, какие работы туда присылают, потому что он будет длиться до 25 сентября. И если объявить, какие работы присылают, ну, для конкуренции это не очень. Да им надо было объявить, какие призы будут. Тогда-то будет… Нет, но тут есть классные номинации. Вот классная номинация мне очень понравилась «О выборах с юмором». Можно будет прислать работу, и теперь хочется… Ну, это нам, это все нам. Да, 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 мы можем сейчас прислать кучу фотографий. Вот, но, да, завершился детский конкурс детского рисунка. Как мне прокомментировала Татьяна Ищенко, это председатель Севербурга-Скатик. Да, да, вот она была тут с вами. Да, 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 этот конкурс они задумались, чтобы воспитать молодых избирателей. Вот так. Вот так вот. Единственное, что мне удалось выяснить, что победил ребенок пяти лет. Нет, вот посмотрите, в Североморске хоть немного, но выше явка, правда ведь, да? Ну, там тоже делят на гражданских и на военных. Ну, наверное, делят, да. Ладно, спасибо, Дашенька. Я надеюсь, что мы тоже в нашем коллективе воспитали сознательного избирателя, и прямо из нашей студии ты пойдешь на избирательные… Мелкими скачками. Сфотографируют, да, не забывая сфотографируют. А мне сейчас подожди, можно я скажу? Вы меня вызвали, потому что я якобы сделала селфи с вами, а я не сделала селфи, я вас сфотографирую. Давайте сделаем селфи, пока будет сюжет. Да, сейчас будет сюжет из области кома. Как там ситуация, накаленная или спокойная, смотрим. Работа избирательной системы в Мурманской области подобна смерчу. В то время как выбранные страсти кипят вокруг, по всему региону внутри тишина. Пока на всех избирательных участках идет напряженная работа. Мурманчане голосуют здесь, в центре Мурманской областной избирательной комиссии. Практически ни души, как будто выходной день. Все специалисты сидят, работают по кабинетам. В реальном режиме времени идет подсчет голосов с помощью системы «Газвыборы». Журналистов практически здесь сейчас нет. Основная работа начнется после 8 часов вечера, когда будут поступать уже первые результаты с избирательных участков. В обл. избиркоме отрапортовали. Вся избирательная система к выборам готова. Все участки технологически оборудованы, как положено по закону. Жалоб обл. избирком практически нет. Три года назад здесь полностью отказались от больших сводных таблиц на бумаге. Это с 2011 года, да, система «Газвыборы». Мы выводим специально для вас, для пишущих журналистов эту информацию, чтобы вы по регионам могли посмотреть. Здесь уже в электронном виде сразу видите, по округам выводятся, по районам, да, информация. Она в актуальном виде, то есть вы всегда можете получить эту информацию. Уже после 8 часов вечера картина в обл. избиркоме изменится. Работать специалисты будут до поздней ночи. Ну а первые предварительные результаты появятся ближе к утру. Что касается официальных, их придется ждать несколько дней. Это был сюжет, который был заранее, конечно же, снят. Прямо сейчас в обл. избиркоме Виталий Шувалов снова вызвал, так сказать, на ковер председателя Антона Богомолова. Ну, не знаю, скорее всего, нам все-таки не дадут полупромежуточную явку на 17. Ну, надежда умирает последней. Давайте послушаем, может быть, какую-то информацию новую получим. Да, Александр, мы по-прежнему находимся в Мурманской областной избирательной комиссии. До закрытия избирательных участков осталось уже меньше трех часов. В целом явка, она по-прежнему сохраняется чуть ниже ожидаемого. И здесь со мной снова Антон Богомолов, председатель Мурманской областной избирательной комиссии. Антон Вячеславович, как вы считаете, с чем связано, что сохраняется явка чуть ниже среднего? И какие из районов или муниципальных образований традиционно низкая явка по области? Мы должны напомнить, что явка на настоящий момент на 15 часов только составляет 21,6% от зарегистрированных избирателей. Это чуть больше 136 тысяч избирателей, в связи с чем мы приглашаем всех, кто не проголосовал, прийти на избирательные участки, сделать свой выбор. Я думаю, что здесь связано и с сезоном. Мы традиционно отмечаем, что осень это такое время отпусков. И когда люди выезжают на природу, мы к 8 часам ожидаем более высокий процент явки. Обязательно вам сообщим на состоянии на 18 часов. А вот какие районы, где наиболее есть такие районы, муниципальные образования, в которых традиционно явка низкая по Мурманской области? Или таких нет? Нет, таких нет. Все, в принципе, сейчас мы отмечаем, идут ровно, потому что население у нас по регионам распределено относительно ровно, и избирателей. Как правило, в небольших населенных пунктах, не будем сейчас упоминать о них конкретику, явка традиционно выше, поскольку компактность выше, люди знают друг друга, приглашают, вместе ходят на избирательные участки. А в больших, чем больше населенный пункт, тем более поздно, так скажем, люди приходят на избирательные участки. Мы знаем, что в Центральной избирательной комиссии там мониторят ситуацию по всем регионам. Расскажите, каким образом у вас складываются сейчас с ними отношения? Есть какие-то рекомендации, предпочтения, и как вообще это происходит? Наши отношения в Центральной избирательной комиссии основаны на федеральном законодательстве и на тех постановлениях, которые выносит Центральная избирательная комиссия, где утверждает соответствующие рекомендации. В настоящий момент мы можем сказать, что с методической точки зрения мы обеспечены всем необходимым, мы понимаем задачи, которые стоят перед этой выборной кампанией. Поэтому я считаю, что у нас все хорошо и конструктивные отношения в настоящий момент. Но замечания не поступало от ЦИПа? Нет, а замечания, они только по конкретике могут быть. То есть, когда рассматриваются жалобы, мы уже неоднократно сообщали о том, что в настоящий момент три жалобы рассмотрены Центральной избирательной комиссией, и ни одно из решений избирательной комиссии Мурманской области не признавалось незаконным и необоснованным. Жалобы кандидатов в губернаторы, которые туда жаловались, они отклонены. Хорошо, спасибо. Меня очень волнуют выборы в горсовет. Я надеюсь, что мы сможем потом услышать Владимира Николаевича Шилаева. И вот сказали, в маленьких населенных пунктах люди хорошо голосуют, потому что все соседи, все друг друга знают. Так и мы здесь все друг друга знаем. Да, Мурманск тоже не сильно велик. Я не волнуюсь за выборы губернатора, а вот качественный состав совета меня беспокоит, потому что это насущное. Да, а мы же пытались же сами избрать дважды на этой неделе уже свой состав горсовета. Это первый раз вообще мы даже до конца не дошли. Второй раз вот я в одно лицо избрал свой состав горсовета. Получается, и выбрать низкого, да еще и выбирать не хотят. При кажущемся количестве, да, ведь там 117 на 22 места. А есть, извините меня, такие вроде как и круга, что что-то и... Ну давайте не будем задерживать сейчас председателя Мурманска идти к Владимиру Николаевича Шилаева. Он очень занятой человек. Спасибо, что он согласился с нами поговорить. Да, и у нас на очереди Владимир Шилаев, председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии. Владимир Николаевич, вот на момент по три часа в Мурманске голосование явка составила чуть выше, даже чем по области. Скажите, вот так обычно происходит, и с чем связано, что мурманчане это наиболее гражданские активные населения? Ну я бы вам сказал, что если брать за большой период, то Мурманск в принципе никогда по явке не был ведущим муниципальным образованием. Всегда, ну в принципе это свойственно большим городам, всегда явка чуть-чуть поменьше, чем в больших. Ну вот уже вторые выборы, мы идем немножко впереди, это хорошо. Значит, может быть и наши труды не совсем пропали даром. Владимир Николаевич, есть ли у вас какая-то информация, вот уже оперативно по нарушениям? У нас вот по неофициальной информации, что имело место быть подкуп голосов где-то в Октябрьском районе города. Владеете вы какой-то информацией, поступали ли жалобы уже? Да, поступали сигналы, они были такие устные, телефонные. Мы оперативно их фиксировали, тут же связывались с управлением внутренних дел по городу Мурманску, там созданы специальные оперативные группы. Я владею информацией, что где-то часа три назад мне сообщили, что там были задержаны люди, которые действительно пытались подкупать, якобы пытались подкупать. Пока проводится проверка, нельзя говорить в окончательном варианте. Ну я точных результатов не знаю, надеюсь, что нам доведут, когда пройдет проверка органами полиции. Хорошо, спасибо, Владимир Николаевич. Ну у нас пока на этом все, мы по-прежнему следим за ходом событий и увидимся, Саша, вам слово. Вот ты сказала, что давайте не будем задерживать Владимира Николаевича, он человек занятой. Вот кто давно работает, я могу сказать, что Владимир Николаевич еще человек очень ответственный. Лет, наверное, 10 назад выходила на ГТРК Мурман такая программа, называлась «Вести плюс». В эфир выходила в 23 часа в прямом эфире. Я помню Лену Белкину. В прямом эфире. И вот, значит, там были какие-то выборы грядущие. Я позвал Владимира Николаевича к себе в прямой эфир на 10 минут. Он приехал, все, значит, вот эфир закончился. Он после эфира, все отлично прошло, он после эфира выдохнул и говорит, ну слава богу. Я говорю, а что такое? Он говорит, да ты понимаешь, у меня сегодня день рождения. У меня дома там дым коромыслом, я сижу, все меня пихают, говорят, ну что это, у тебя день рождения? Я не могу, ребята, у меня в 11 вечера эфир на телевидении. Так ты зачем согласился-то? Он говорит, ну как, вот попросили, я не мог отказать. Ну, Владимир Николаевич, тоже был депутат Мурманского городского совета, это же председатель городского совета. Более того, даже председатель. И на должность председателя ТИКО он уходил с этой должности, которая сегодня бы звучала как глава города Мурманска. Глава Мурманска, совершенно верно. Я думаю, что он все равно в глубине души переживает за результаты именно выборов в состав Мурманского городского совета. Он же два созыва был. Это же прекрасно, что хоть кто-то переживает. Нет, еще мы переживаем. Четвертым будет. Четвертой власти. Я напоминаю, что в Твиттер можно смотреть по хэштегу выборы 51, оперативная информация о том, как голосует Мурманск, Мурманская область. Также лента транслируется на сайте viport.com. У вас есть что сказать? Через две минуты, буквально даже меньше, наше время вот этого включения в прямого... Да, закончится. К завершению, да, я уже начинаю как-то заикаться от волнения, потому что через два часа, главное, закроются избирательные участки. А мы-то выйдем в эфир во сколько? Уже после закрытия. И поэтому, да, у нас появится масса новой информации. Мы до скольки, до какого времени прощаемся с телевизором? Режиссер, напомните мне, пожалуйста, до 20... Ровно в 8 мы выходим, у нас уже будут результаты экзистулов, в принципе, мы можем быть... Мы уже будем говорить с кандидатами в губернаторы, я думаю, они появятся и что-то свое мнение об этой гонке расскажут. До встречи в 20 часов. До встречи в 8 часов вечера, да. До встречи в 8 часов вечера.